Одним из важнейших Слагаемых обеспечение национальной безопасности И ее основным компонентом Является военная безопасность Под руководством президента Республики Казахстан Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева Реализуется система мер По обеспечению национальной безопасности Которая наряду с укреплением Коллективной безопасности Проведением мирной взаимовыгодной политики Дружбы и сотрудничества С другими державами Предусматривает создание и совершенствование Своей оборонной системы Оборонная система Республики Казахстан Это успешно функционирующие Вооруженные силы По своему назначению и содержанию Являющиеся основным средством Отражения агрессии Глубокие знания предмета тактики Умение действовать в бою И наилучшим образом использовать Своё оружие и технику Позволяют воинам добиться победы Над противником Тактика составная часть военного искусства Охватывающая теорию и практику Подготовки и ведения боя Подразделениями, частями, кораблями И соединениями различных видов Вооруженных сил, родов, войск И специальных войск Мотострелковое отделение Обороняет позицию До 100 метров по фронту Имея на ней основные и запасные Или временные позиции Для огневых средств Позволяющие совместно с соседними отделениями Уничтожить противника огнём Перед фронтом И на флангах опорного пункта взвода На позиции отделения Мотострелки, пулемётчик и гранатомётчик Располагаются так, чтобы все подступы К позиции перед фронтом и на флангах Находились под действительным Особенно фланговым и перекрёстным огнём А заграждения и препятствия Хорошо просматривались Отделение должно быть готовым К маневру на угрожаемом направлении Ведению огня ночью Боевая машина пехоты Является составной частью Огневой позиции отделения Её огневая позиция Может оборудоваться в центре позиции отделения На флангах или позади позиции отделения На удалении до 50 метров В мотострелковом отделении Для наблюдения за противником Назначается наблюдатель Наблюдение позволяет получать Наиболее достоверные сведения О противнике Наблюдатель подчиняется командиру отделения И отвечает за своевременное Обнаружение противника В своём секторе или районе Он должен иметь приборы наблюдения Компас и часы А при необходимости Средства связи и подачи сигналов Наблюдатель не имеет права Прекращать наблюдение Без приказа командира отделения Или до смены его очередным наблюдателям Север Направление окраине рощи темное Мы находимся На южной опуске рощи Тополины Перед нами населённый пункт Аксу Далее Северно-западном направлении Населённый пункт Акколь Слева от нас Двух километров Населённый пункт Пятное Ориентиры Первый Колодец с журавлём Дальность до него 350 метров Второй Двухэтажное здание В населённом пункте Аксу Дальность до него 800 метров Третий Отдельно стоящее дерево Дальность до него 1200 метров Четвёртый Он же основной Высота с юртой Дальность до него 2000 метров Противник Силами до мото-пехотной роты Переходит к обороне В переднем крае По рубежу Завод С разрушенной трубой Двухэтажное здание В населённом пункте Аксу След трансформаторной будки Получив задачу И уточнив на местности Указанные ему ориентиры Наблюдатель с помощью Оптических приборов Изучает наиболее характерные Местные предметы И составляет схему местности Указанный сектор Наблюдатель мысленно делит По глубине на зоны Ближнее Участок местности Доступный для наблюдения Невооружённым глазом Обычно на глубину До 400 метров Среднее От 400 до 800 метров Дальнее От 800 метров И до пределов видимости Наблюдение Наблюдение начинается Обычно с ближней зоны И ведётся Справа налево Путём последовательного Осмотра местности И местных предметов Обнаружив цель Наблюдатель определяет Её положение Относительно ориентиров Наносит её на схему Производит запись В журнале наблюдения И докладывает Командиру отделения Господи сержант Ориентир второй Справа 10 Дальше 100 Танк в окопе Ориентир третий Справа 15 Дальше 50 БМП в окопе Огонь является основным средством Уничтожения противника в бою Отделение ведёт огонь Из оружия Установленного на боевой машине Пехоты Из автоматов Снайперской винтовки Пулемёта Гранатомёта И применяет ручные гранаты Система огня Это организованная По единому плану Сочетание огня Всех видов оружия Для поражения противника Основу огня отделения Составляет огонь Боевой машины пехоты Пулемёта И противотанкового гранатомёта Система огня Строится с учётом Огневых возможностей Всех видов оружия отделения И приданных ему средств На тесном их взаимодействии В сочетании с инженерными заграждениями И естественными препятствиями Готовность системы огня Определяется занятием Боевой машины пехоты И другими огневыми средствами Огневых позиций Подготовкой данных для стрельбы А также наличием боеприпасов По пехоте огонь! Для управления огнём отделения В обороне командир отделения Составляет карточку огня отделения На которую наносит Ориентиры, их номера Наименование и расстояние до них Положение противника Позицию отделения Полосу огня и дополнительный сектор обстрела Основные и запасные огневые позиции Боевой машины пехоты Кулемёта и гранатомёта Основные и дополнительные секторы Обстрела с каждой позиции На дальность их действительного огня Позиции соседей и границы Их полос огня на флангах отделения Заграждения Расположенные вблизи позиции отделения И прикрываемые его огнём Успех действий солдата Во многом зависит от того Как он подготовится к наступлению По команде командира взвода Командир отделения подаёт команду Отделение Приготовиться к атаке По этой команде Солдаты дозаряжают оружие Присоединяют штык-ножи Устанавливают на оружие Прицел Б Подготавливают к действию Ручные гранаты Закрепляют предметы снаряжения так Чтобы они не мешали движению Устанавливают, если необходимо Приспособления для быстрого Выскакивания из траншеи И изготавливаются Для быстрого покидания траншеи При этом наблюдение за противником Не прекращается Отделение Отделение быстро выскакивает из траншеи И ускоренным шагом или бегом Вслед за танком или самостоятельно При поддержке огня боевой машины пехоты Атакует противника И продолжает наступление в глубину Боевой порядок мотострелкового отделения Наступающего в пешем порядке Состоит из боевой машины пехоты И цепи с интервалом между солдатами 6-8 метров Или 8-12 шагов Солдаты в цепи могут выдвигаться Вперед или в сторону Не нарушая общего направления Наступления цепи И не мешая действиям соседей Боевая машина пехоты Действует за цепью отделения На ее фланге Или непосредственно в цепи Во время атаки Отделение неотступно следует за танком И своим огнем уничтожает Огневые средства противника В бою в зависимости от характера местности И силы огня противника Солдат может передвигаться На боевых машинах пехоты А при действии в пешем порядке Ускоренным шагом Перебежками Или бегом Полный рост Или пригнувшись Этим же способом Солдат передвигается В ходе атаки При этом оружие он держит В положении для немедленного Открытия огня На вскидку Или с прикладом Прижатым к боку Для скрытого сближения С противником На открытой местности Применяются перебежки И переползания Перед началом передвижения Солдат ставит оружие На предохранитель самостоятельно Перебежки отделения Производятся по команде Командира отделения Отделение Направление отдельного дерева На рубеж 20 метров Слева по одному Перебежками Вперед При перебежке по одному По исполнительной команде Вперед Левофланговый Вскакивает И стремительно Пробежав 15-20 шагов Делает передышку Одновременно С остановкой первого Начинает перебежку второй Выдвинувшись на линию Первого перебегающего Он делает передышку Остальные солдаты отделения Последовательно Выдвигаются Таким же способом Группы Или отдельные солдаты Оставшиеся на месте А также Выдвинувшиеся После перебежки на указанный рубеж Своим огнем Поддерживают Перебегающих Для одновременного Продвижения Всей цепи отделения Подается команда Отделение Направление Отдельного дерева В атаку Вперед Для остановки отделения Подается команда Отделение Стой При переходе к обороне В условиях Непосредственного Соприкосновения С противником Солдат Получив задачу Прежде всего Должен отыскать На местности Естественное укрытие Быстро укрыться От огня противника И изготовиться К бою Если поблизости Нет никакого укрытия То необходимо Быстро окопаться Перед окапыванием Из положения Лежа Проводится краткое Изучение местности На выбранном месте Солдат Кладет оружие Правее себя На расстояние Вытянутой руки Стволом В сторону противника Повернувшись Повернувшись На левый бок Вынимает Пехотную лопату Из чехла Затем Взяв черенок лопаты Ударами на себя Подрезает дерн Сняв дерн Кладет его В стороне Чтобы после Отрывки окопа Его можно было Использовать Для маскировки Бруссвер Затем Отрывает окоп Для стрельбы С положения Лежа И маскирует Под окружающую Местность Чем выше Искусство Тактики И чем Разнообразнее Приемы И действия Которыми Владеют Воины Подразделения И части Тем больше Возможностей Для победы С тактических Приемов Начинается Ими Осуществляется И завершается Любой бой Тактическая Подготовка В вооруженных Силах Является Важнейшим Предметом Обучения Воинов Которые Объединяют Все предметы Военной Подготовки Подготовки Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!